В прошлый раз мы закончили нашу историческую лекцию на том, что Екатерина I заключила один из самых удивительных союзов в истории Российской империи, а именно союз с Австрией. Австрийский союз 1726 года это был поворотный союз в истории европейских альянсов и он включил Россию в европейский концерт великих держав. Мы закончили на том, как этот союз был оформлен и остановились, конечно, на том, как первые шаги по созданию вокруг России пояса дружественных стран начали приносить свои плоды. Теперь начало нашего разговора, друзья, будет о таинственном смутном 17-летии. Это время в истории России, которое, может, не очень популярно, но оно близко к нам. Оно близко к нам. Смутное 17-летие так назвали время после Петра и до Елизаветы Петровны. От Петра до дочери Петра. Но мы будем говорить о смутном 15-летии. И немножечко затронем те два года, которые правила Екатерина, потому что нас будет волновать сегодня 1727-1741. Это таинственное, смутное, как его называли, 17-летие. 15-летие в нашем варианте, 17-летие с 25 по 41 до переворота Елизаветы Петровны. Чем Россия так удивительна в этот период? Что происходило в ней? А происходило, друзья мои, следующее. Вот отдохнув от гения Петра, отстранив от власти Екатерину, отстранив от власти и самого Петра, когда уже этот импульс Петровской инерции спал, с 27 по 41 год будет эпоха удивительных переворотов. Удивительных переворотов. Они не повторятся в истории России, они будут отличаться от всех остальных. Смерть Екатерины Первой застанет Россию врасплох. Екатерина была очень молодой женщиной. Никто не ожидал, что она так быстро зачахнет. Вот видите сейчас Екатерину на смертном одре. Она болела перед смертью. Наша история начинается с того момента, когда Екатерина кончается. Екатерина Первая прожила удивительную жизнь. Она была сначала кухаркой пастора Глюка Марты Скавронской. Затем она была наложницей у графа Шереметьева. Потом у Александра Даниловича Меньшикова и затем у Петра Великого. И вот эта история конца Екатерины, она чем примечательна эта история? Тем, что на самом деле ничего не предвещало беды. Ничего не предвещало беды. Она была весьма молода, была весьма здорова на тот период. Но ее сгубила пагубная любовь к спиртному, к винописным поединкам, к вину. Страсть к алкоголю сгубила. Сгубила. Это случилось 17 мая 1727 года. У Екатерины был обнаружен абсцесс легкого. Ее диагностировали абсцесс легкого. Долгое время она лежала в лихорадке. До этого времени она прилагалась к вину чрезмерно. И делала даже специальные конкурсы среди своих фрейлин на тему «Кто больше выпьет?». Остались, кстати, любопытные для нашего времени воспоминания о том, что вот фрейлина Юсупова выпила один литр вина. Залпом. Залпом, естественно. Вот. Ей нужно приставить к награде орден. Время, когда фрейлины Ее Императорского Величества становились кавалерами орденов, это вот царство женщин начинается со времени Екатерины. И да, самый первый момент, когда начинается царство женщин-то Екатерина, как потом красиво напишут, «Империя, покинув нору кротью, вылупливалась из яиц под тяжкой коронованную плотью твоих пяти императриц». А вот наша первая императрица, Екатерина Алексеевна, она очень сильно прикладывалась к вину. Она, ну, прям себя выматывала праздниками, гуляниями, разные балами. И вот, наконец, и тем интереснее, заболевание, которым она заболела – абсцесс лёгкого. Обычно абсцесс лёгкого связан с тем, что вы, ну, заразились. Это заболевание гнойное, заболевание зараженное, заразное ваших лёгких гнойник. Вы начинаете чихать, у вас начинается лихорадка, поднимается температура, но ничего подобного гнойного не было найдено при вскрытии Екатерины. Оказалось, что Екатерина вовсе не страдала от типичного абсцесса лёгкого. Вместо гноя там было найдено нечто более любопытное. Как вы думаете, шо? Как вам кажется, что было найдено в лёгких Екатерины? Вот это, знаете, тоже начало эпохи сконфуза. Начало эпохи сконфуза. Попробуйте угадать, что там у неё обнаружили. Нет, не туберкулёз. Нет, нет, нет. Вы слишком далеко. Глядите, это не то время, когда вообще такие слова употреблялись. Нашли они там, что вы говорите, семя, золото. Ну вот, начинайте уже близко подкладывать. Да, таракан. Нет, не таракан. Но что обычно бывает с людьми, которые выпивают слишком много? Вот Екатерина, как раз тот самый пример. Я немного прибухнула, всё нормально. Только немного крутится голова. Это должно скоро пройти. Я вообще в норме. Я нормально. Полёт идёт строго по графику. Но они там нашли продукты блевотины. Да, потому что её тошнило. И именно после опьянения, именно после чудовищного опьянения, когда ты лежишь и хлебаешь свою блевотину пачками, возникает удивительный апстез лёгкого, когда ваши внутренние переваренные соки попадают в лёгкое. Иными словами, если говорить более человеческим языком, Екатерина Алексеевна умерла не от того, что она была больна, она умерла от того, что она в зюзю пьяная, захрюкалась прямо на полу. И настолько много она лежала и долго на полу, видимо, после пьянки, что успела себе эту вот продукты кишечных соков довести до лёгкого. То есть надо было хорошо полежать, хорошо промять, что называется. Надо было постараться. Это нелегко. Вот так, знаете, умереть нелегко. Но Екатерина постаралась. Она отлично постаралась. Так что я надеюсь, что немного приоткрыл завесу над тайной смертью Екатерины. Екатерина умерла, ну, в некотором смысле красиво. Это была пьянка. Пьянка последняя, которую они закатывали. Майская пьянка. Там были фееверки, пускали. Кто-то плавал прямо в Неве. Рассказывают, что императрица пыталась присоединиться к ним. Она тоже хотела плюхнуться в реку, в Неву поплавать. Ну, так, потом, видимо, она решила продлить своё плавание. Потом продолжилось ночное возлияние. Продолжившись лихорадкой, интенсивной интоксикацией. Потом, да, наступила вот лёгочный абсцесс. И, да, правда, есть ещё одна версия о том, что это всё-таки была ревматоидная штука. Это обострение ревматита. Но это не подтверждается вскрытием. Вот самой более-менее банальной, банальной причиной смерти Екатерины. Первой стало перепитие. Ни в коем случае не лежите после питья. У вас может случиться то, что с Екатериной. Никогда не лежите. Особенно долго, особенно нахлёбываясь тем, что вы производите в процессе проминания пола. И поднялся вопрос, вот Екатерина умирает, кто будет у трона? Кто наследник? И начали искать. Начали искать претендентов на престол. Были кандидаты, были кандидаты. Любопытно. Ну, для начала мы можем вспомнить прошлую жену Петра I, Просковьи Лопухина, которая известна вам как Евдокия, Евдокия Фёдоровна Лопухина. А почему её назвали не Просковья? У неё было очень незвучное имя, отчество Просковья Илларионовна. Просковья Илларионовна это, ну, не звучит. А у нас по стародавней византийской традиции тех, кто выступал за браки царя в доме Романовых, меняли часто имя отчества на более созвучное. Евдокия. Греческое имя. Фёдоровна очень часто выбирали Фёдоровны, потому что Фёдор – это святая икона, покровитель Романовых, икона Фёдоровской Божьей Матери, которая является символом, ну, покровителем Романовых. Так вот, именно из-за этого её и стали Евдокией Фёдоровой называть, Фёдоровной Лопухиной. Что с ней произошло в этот момент? Она до сих пор сидит, понимаете, в монастыре, она до сих пор отдыхает. Пётр Первый её там заточил. Ну, как бы, у неё есть уже дети, у неё есть уже дети, и она хочет, чтобы её дети правили. У неё есть два потенциальных наследника, у неё есть два кандидата, которых она толкает. Это Пётр, будущий второй, и Елизавета Петровна. Два будущих, действительно, монарха. И будет ещё два кандидата, две дочери. Ивана Пятого. Это будет Анна Иоанновна. И вместе с этим будет момент, когда выбирать придётся даже, предположительно, регента. Регента при новом монархе. Будет это Пётр Второй, он маленький очень ещё, он довольно молодой царь, не подойдёт. Елизавета Петровна молодая тоже, не подходит. Надо регента выбирать. И, кстати, Евдокия Лопухина, чем она любопытна в истории, она любила заниматься политикой. И когда Пётр её заточил, у неё был кратковременный роман-интрижка. Это был роман, ну, скажем, в отместку Петру. Она завела роман со стольником Степаном Глебовым. Этого стольника Пётр Первый жутко пытал, когда он выяснил, что его доброверная жена, которая была отправлена им же в монастырь, прелюбодействует. Ну, как бы она была женщиной свободных нравов. Как мы знаем из нашей лекции по Петру и Елизавете, Петру Второму и Елизавете, она даже планировала устроить брак между тёткой и племянником, между Екатериной и Елизаветой Петровной, которая являлась тёткой Петру Второму, от царевича Алексея. Вот Пётр Второй – это сын царевича Алексея, внук Петра Великого и дочь Петра Великого от другого брака. То есть, она приходилась ему тётей. Так вот, тётка Елизавета Петровна по её замыслу тоже должна была вступить в инцестуозную связь со своим племянником для того, чтобы корона российская не досталась кому не надо. Даже она писала письмо Елизавете Петровне, чтобы она сделала первый шаг. Девочки, не ждите от мальчиков первых действий. Девочки должны делать первые дела. И вот она пишет ей «Подарите, подарите любовь внуку моему». Подарите любовь внуку моему. Да, да, потом барон Астроман будет значительно эту серию продолжающего инцеста проводить. Потом будет у него такая идея, чтобы их ещё и поженить. А что, вполне себе, знаете, прогрессивно, прогрессивно. Ну и в конце концов, долго спорили, кто может быть грядущим наследником. Сошлись на том, что вот сын царевича Алексея, убиенного, он будет царём. Царевич Алексей. Царевич Алексей, он был одним из вероятных претендентов, но он был убит, как вы знаете, замучен. Замучен в крепости и замучен, как говорят, Петром вместе со своим помощником Толстым. Они как там душили его, вроде как, били. Так что замучили до смерти несчастного царевича Алексея. И выступает на первый план в этом решительном шаге объявить наследником внука Петра Первого, Петра Второго, нового императора Петра Алексеевича, Верховный Тайный Совет. Впервые в нашей истории появляется орган власти, который, ну, альтернативен, немного альтернативен монаршему, немного альтернативен короне и часто злоумышляет против короны и имеет абсолютно разный интерес, абсолютно разный. Восемь человек, восемь человек-верховников, которые регулярно собирались и управляли страной еще при Екатерине Первой, решают, кого избрать на престол. Только вдумайтесь в это слово. Умирает действительно удивительная женщина. Как они и говорили, Екатерина – это кухарка, которая правит государством. Вот кухарка, которая заключила союз с Австрией, кухарка, которая любила подвыпить, она заканчивается, ее правление подходит к концу, и она не оставляет, это важно, она не оставляет преемника, она не оставляет распоряжений, кому передать престол. И передача престола осуществляется восьмью человеками. Уже не одним, а восьмью. К этому прибавьте закон о престолонаследии 22-го года Петра. Петр Первый совершил удивительный кульбит. Это фантастический кульбит вообще, в принципе, не виданный в нашей истории. Кульбит под названием «Личное единодержавие». Вот часто наследники Романовы, Рюриковичи пытались назначить своим преемником старшего сына. Когда старшего сына не удавалось назначить, прямая восходящая линия, то пытались брат-брату. Вот такая, вот такая система брат-брату. Брат за братом. Брат-брату-брат. Но Петр Первый ломает эту тысячелетиями сложившуюся систему. Это смелый шаг. Что означает, по сути, этот его указ о престолонаследии? Император теперь сам, выше воли Бога и закона, выше воли обычая, волен назначить своего преемника. Разные мысли были насчет того, почему же Петр решился на такой шаг. Может, он не доверял своим ближайшим соратникам, друзьям. Может быть, он не решался открыто перечить, хотел назначить под конец. И даже красивая история о том, что Петр, якобы умирая, завещал кому-то, написав на клочке бумаги «Отдайте все!» Это, конечно, миф, это не так. Петр умирал жутко, умирал в муках, он кричал, и, как рассказывал испанский посланник Делирия, крик его был слышен прямо-таки до Невы. Он вопил от боли, это была агония, едва ли он мог что-то оставить. Никаких там распоряжений, конечно, он не оставлял. Но, если задуматься, указ о присталонаследии позволял объявить наследникам российской державы вообще кого угодно. Если бы, например, вдумайтесь, Петр I решил бы назначить своим преемником Меньшикова, бывшего продавца пудовых пирожков возле Сухаревой башни и возле торговых рядов, охотных рядов, то он бы стал наследником Петра Великого. Вдумайтесь, насколько Петр I был оригинален в этом предложении. Если бы он захотел назначить свою жену, что и было, кстати, сделано, то и жена бы его, не имеющая никаких законных прав, кухарка Марта Скавронская, плохо знающая русский язык, едва так полуговоря на немецком, не выучившись никакой грамоте, как ее называл Соловьев, жена-солдатка, очень безграмотная такая была барышня, она бы стала императрицей, она стала императрицей. Таким образом, Петр открыл путь во власть всем. И Верховный Тайный Совет, вот это удивительный момент, он решил воспользоваться этим указом, чтобы расширить привилегии дворянства. Он решил использовать этот исторический шанс. И вот все, что будет принято после, вплоть до начала Елизаветинского царствования, это будут бесконечные попытки ограничить самодержавную власть. Это будут смутные чертежи, контуры какого-то немонархического, абсолютистского толка для нашей страны. Альтернатива будет, какая-то альтернатива. И тем она интереснее, что это смутное 17-летие забывается. Это вот смутное, непонятное, во многом потому, что его и не изучают. Время, на самом деле время, когда попытались ограничить власть императора. Из вот абсолютной азиатской самодержавщины что-то менее жестокое, что-то не единодержавное, что-то совещательное. И вот первый человек, который должен был это воплощать, был выбран молодой наследник Петр Второй. Петр Алексеевич – это сын Алексея, внук Петра. Внук Петра Великого должен был стать, по мнению верховников, оптимальнейшей кандидатуры. Он молодой. Он молодой, а им легко управлять. Он под влиянием долгоруких проводит все время. И вот под влиянием долгоруких он регулярно в Москве, постоянно в Москве охотится на диких зверей. Регулярные охоты, опять же праздники, опять же вино. Его рано приучают к азартным играм. Его рано приучают ко всем этим взрослым забавам. Ну и Александр Данилович Меньшиков тоже, как вы знаете, первое время заботится о обучении этого нового Петра Второго и надеется свою дочь выдать за него замуж. То есть вот какая любопытная фигура проявляется. И они считают, что Петра Второго можно приручить. Можно из этого мальчика сделать идеального конституционного более-менее царя. Но не для того, чтобы народу было легче. Нет, мы поговорим о том, насколько они хотели народу добра. А потому, что дворяне хотели ослабления Петровских законов. И всех очень сильно донимал закон о Майорате. Его все пытались обойти. Вот это закон, по которому главное все имение переходит только старшему сыну. Никаким младшим младше служат в армии. Ну, с всяческими правдами и неправдами. Наши дворяне пытались обойти закон Петра Великого. Они хотели, чтобы Петр Второй его тоже отменил. Ну, или, по крайней мере, позволил бы обходить. Второе, что их беспокоило, это постоянные наборы дворян в рекруты. В гвардейские полки и гвардейские экипажи набирали с самых низов дворян. То есть, можно было встретить дворянина при Петре Первом, который в ранге рядового служил. Это непозволительно. Это возмущало всех. И за это будут бороться дворяне весь XVIII век. В конце концов, они позволят себе такую роскошь, как записывать в дворянские полки еще с малолетства. И уже, когда ребенок подрастает, он становится офицером. Автоматически его по выслуге лет дают. Соответственно, по выслуге лет ему дают чин. Так вот, все это очень хотели от Петра. И у Петра была любопытная прокламация на вхождение на царство. У него была большая церемония. И вот во время церемонии, коронной венчания, император Петр II пообещал быть для подданных, как виспасиан. Быть для подданных, как виспасиан, потому что у виспасиана была одна особенность. Виспасиан, по легендам, отпускал от себя людей только с улыбкой. Даже если говорил им какую-то гадость. Вот, сходя на престол, император Петр II именно так и определил свое царствование. Я, может быть, буду излишне мягок, но зато каждый уйдет от меня даже с поруганием, с улыбающимся лицом. Никого я обиженным не оставлю. Вы представьте, какие ожидания питали дворяне в этот момент. Что прям все будут улыбаться, да? После того, как мы будем к тебе говорить все, что мы хотим. И Петр I кивал и говорил, что да, мы будем улыбаться. Все, кто пойдет ко мне, не будет обижен. Ну вот, знаете, еще Петр I приставил к Петру II наставников. Он, как и потом Екатерина II, не доверял своему сыну, а хотел доверить все внуку. Так вот, внуку он очень много чего хотел дать. Один раз он пришел и узнал, чем он занимается, и его там отдубасил его преподавателя. Нехорошо получилось. Но его преподаватель Александр Меньшиков, который некоторое время прямо-таки его обучал, Александр Данилович вот испортил. Испортил. Испортил ребенка. Как вы думаете, что преподавал Меньшиков юному Петру? Вроде бы нужно науки преподавать обычно. Какие-то науки управления. Науки там, не знаю, фехтования. Ну вот, Александр Данилович Меньшиков решил пойти по другому пути. Дал ребенка, что называется, самое дорогое. Научил. Научил. Как вы думаете, что было самое важное? Пение. Ну, конечно, петь для императора это важно. Научил играть в доту. Наконец-то вы уже начинаете понимать, к чему я веду. Он научил базе. А что в нашей стране для Александра Меньшикова база? Любви. Да. Да. Это первая наука, конечно, которую стоит отметить. Но далеко не самое важное. Далеко не самое важное. Нет, не православие. Господи, мы говорим про Александра Даниловича Меньшикова. Вы ведь понимаете, о каком роде человека мы говорим, о каком фантастическом духе-то мы говорим, о каком невероятном оригинале. Александр Данилович Меньшиков-то величайший. Ну, ну. Вы не знаете, что делал Александр Данилович Меньшиков в нашей стране? Вовремя предать это предвидеть. Ой, не надо мне про Меньшикова с предательством еще. Печь хлеб. Любить родину. Покер. Ну, ладно, хорошо. Азартные игры тоже были. Но главное – коррупция. Коррупция, коррупция, коррупция. Он научил молодого Петра брать. Научил властвовать. Научил обманывать. Вот это самая главная наука, которую, что называется, с молоду надо молодежи как-то прививать. И Александр Данилович с молодежью умел общаться. Правда, молодежь его перехитрила. Один раз Александр Данилович, он пропустил, пропустил очень важный урок своего ученика. Ему в тот момент прислала гильдия купцов от Москвы около 800 рублей. Большие по тем временам деньги в мешке. Вот мешок 800 рублей, огромный такой мешок. И Петр Первый в знак признательности принял этот мешочек. И вот Александр Данилович возвращается к себе в имение. А в тот момент у него было огромное имение, прямо выходящее на Неву. И вот в этом имении там жил как раз Петр Второй. Ну, так, чтобы не убегал мальчик. Понимаете, чтобы Петр Второй не убегал, он решил у себя дома его держать и там же обучать. Чтобы далеко не ходить. Правильная логика. Но вот дальше пошло все наперекосяк. Он заметил, что его фрейлина несет вот этот мешочек мимо его глаз. Но Александр Данилович, он же коррупционер, он не может удержаться. Вы понимаете, что это для коррупционера словно бельмо на глазу, словно красная тряпка для быка. Вот он, значит, поворачивает ее и спрашивает, откуда эти деньги-то берутся. Откуда ты деньги взяла? Она ответила, что деньги прислал от Петра Второго гонец. От Петра Алексеевича деньги несем, от гонца. Ну, вот, значит, Александр Данилович разозлился. Пришел в комнату к Петру Второму и, потрясая вот этим вот мешком, начал самый удивительный разговор в истории 18 века с нашими правителями. Александр Данилович сказал, ты понимаешь, что это такое? Это же взятка, тебе взятку дали. Понял, молокосос, что тебе взятку дали? Они купить тебя хотят. Как ты мог польститься на эту взятку? Ты же должен думать государственными интересами, говорил самый главный коррупционер этой страны. Ну, это была картина, которую надо было видеть. Человек, который разворовывал все, что можно было, и все, что не было приколочено к стенке, объяснял вот этому маленькому человеку, который только-только научился-то обращаться с людьми, взрослыми людьми только научился разговаривать, что это тебе взятку дают. Как ты можешь? Ты должен мыслить государственными интересами, а не этими мелкими взятками. А потом Петр Второй сказал фразу, которая обрушила не только одну судьбу. Он сказал, что я волен своими деньгами распоряжаться. Я распоряжаюсь своими деньгами. Мои – это не твои деньги. И вот тогда Александр Данилович не понял еще. Он подумал, что волчонок зубы скалит. Он решил его запереть в комнате, чтобы подумал над своим поведением, а деньги, конечно, с ее прикарманил. Конечно. Забыл добавить, что, конечно, Александр Данилович пожурил его, сказал, что это неправильно брать взятки, и мешочек с деньгами себе присвоил. Это он увидел, понимаете? Мальчик-то был очень умный. Он понял, что его дурят и водят за нос. У него был друг Иван Долгорукий, который его вытащил посреди ночи из этого дворца, и они сбежали от Меньшикова после этого. Он планировал побег. Побег удался успешно. И из-под тесных объятий Меньшикова он сумел избавиться. В общем, выскользнул, выскользнула пташка, убежал. Александр Данилович Меньшиков понимал, что это означает. Это означает, что у него голова на плечах уже не держится так крепко и основательно. Это означало, что и шатается Верховный Совет, потому что вот монарх своевольничает. Это уже мальчик не совсем глупый, которого ожидали видеть на троне. Наш Веспасиан поменялся. И вот тот же Долгорукий, друг, он чуть-чуть постарше Петра Второго был, вот его друг, он так ему и рассказал. Ты посмотри, у кого ты был! Он объяснил этому мальчику, у кого он был. Это Временщик, это продавец пирожков, а ты Романов! И вот это вот чувство, что он Романов, он не какой-то продавец пирожков, у которого во дворце прислуживал, у которого можно было взять да отнять 800 рублей. Нет, это не такой, он не такой продавец пирожков, он самодержец. Как, знаете, легко в нашей стране польститься на вот такие заверения и легко вернуться в состояние, в котором мы, естественно, пребываем. А вот остальное царствование Петра будет уже связано самодержавными нотками. Это будет очень-очень, знаете, тревожить верховников, очень сильно будет тревожить верховников, потому что начнут понимать, что, во-первых, он влюбился в свою собственную тетку, а барон, барон Эстерман, он просто обожал эту идею. Ну, подробнее вы можете посмотреть наш стрим, посвященный Петру и Елизавете. Влюбился, тратил огромные деньги, чтобы ее соблазнить, тратил деньги на посланцев, в общем, пытался всячески быть рядом с Елизаветой Петровной, даже удавалось когда-то это, даже очень хорошо удавалось, мы не знаем итог всего этого, но трудно, трудно предсказать, не были бы они вместе. Ну, многие хотели, чтобы они были вместе, и вот эти самодержавные выходки привели, в конце концов, к низвержению Меншикова. Ну, прошло совсем немного времени, Меншикова отправляют Березов, он там и умрет в этом Березове. Конец карьеры Меншикова придется именно на правление Петра II. Ну, вот Петр II только начнет вставать на ноги, только будет окрепать, так его скосит тогда непонятна болезнь, то ли это чахотка, лихорадка, чума, но его скосит болезнь. Его скосит болезнь прямо перед свадьбой. А свадьбу пытались закатить пышную, свадьбу-то закатить пытались даже в Москве. И в Москву стекались вельможи, готовя подарки для царя. В Москву стекались все-все-все, кто мог. И вот там, под стенами Древнего Кремля, в Грановитой палате, планировали проведение венчания. Тогда еще не было Большого Кремлевского дворца. Это была крепость. Кремль был крепостью. Вот в крепости, там под соборами, где венчают монарх в Успенском соборе, там, где лежат монархи, в Архангельском соборе, вот там планировали проводить свадьбу Петра и Екатерины Долгорукой. Екатерина Долгорукая, она уже прибыла, и вот Петр I умирает там. Умирает в 1730 году, в начале этого года. Идет страшная зима, и приехавшие бояре удивительно сталкиваются с тем, что приехали они зря. Им сообщают, что король, король скончался снова. Вот уже два монарха умирают на протяжении менее чем пяти лет. Вот Екатерина I два года поправила, а Петр II три года поправил. Это 25-27, 27-30 год. Ну, за пять лет два монарха сменилось. Кстати, вообще это определенное настроение поддерживало, определенное настроение подогревало. Ну, а раз два монарха заменились за пять лет, может, у нас будут чаще монархи меняться. Кто знает. И вот произошло то, что должно было произойти. Должно было произойти нечто, что нетипично для нашей истории. А это, друзья мои, предложение нового царя, нового избрания, нового монарха. Дворяне, собравшиеся в Москву, решили, что раз уж мы тут, давайте примем какой-нибудь документ. И документ этот был клятвенным обещанием. Вот текст клятвенного обещания, который был заготовлен для монарха, которого изберут и попросят призвать на царство к себе. Вот знаете, любопытный. Любопытный этот момент был, потому что при Петре Втором, который действительно был помягче, чем Екатерина, распустили пыточный, печально известный Петровский приказ, которым пытали до смерти людей 40 тысяч ежегодно отправляющихся крепостных крестьян в Санкт-Петербург, чтобы строить его. А Петербург тогда был еще не полностью отстроен даже, понимаете, прошло 20 лет, с момента уже закладки города, он все еще не построен нормально, там нет никаких набережных, там всегда затопляется все. И представьте, каждый год 40 тысяч крепостных необходимо, чтобы поддерживать Петербург. Каждый год их отправляют, прекратили отправлять при Петре Втором. И вот период с 28 февраля по 4 марта 30 года страна находится в состоянии безвласти. И снова формируются партии. Формируются партии кто будет новым царем. Опять теперь уже, понимаете, другая история. Раньше определяли, кто будет царем, только 8 человек в Верховном Тайном Совете. Они там, понимаете, сидели, кто-то уже засыпал, но когда этот доклад кончится уже, когда доклад кончится, давай дослушаю, пойдем спатеньки. Это были старые деды, которые даже в своем умственном развитии не очень опережали простых крестьян. Думали они в простых вещах и, в общем-то, о судьбе державы мало заботились. Ну вот, это было 8 крепких дедов. А сейчас это сотни человек, сотни человек, съехавшихся на свадьбу Петра Второго, внезапно узнали, что Петра уже нет в живых. Вот его невеста, одетая к алтарю, а царя на Руси опять нету. И вот тут началось самое интересное. Попытались они провозгласить царицей Екатерину Вторую. Если бы им это удалось, у нас была бы Екатерина Вторая, друзья. Екатерина Вторая в 30-м году, а не в 62-м. Екатерина, конечно, была бы не Ангольцерпской, а Екатерина Долгорукой. Это была супруга Петра. Кстати, супруга Петра была беременна. Вот еще один маленький момент. Юный Петр, несмотря на то, что он был юный, он успел. Успел сделать свое дело, причем не с одной, надо сказать, дворянкой. И она была беременна от законного царя. правда, не в свадьбе. Вот проблема, не в свадьбе. Она была беременна, это прижитое дитя было бы. Но вот у нее, у нее же наследник был. Давайте мы эту Екатерину и возведем. Но, кстати, момент был очень быстрый. Момент, когда умирала Екатерина, умирал Петр Второй, Екатерина стояла возле его кровати. И по словам очевидцев, когда Петр Первый уже отходил, она крикнула, он меня назначил будущей импературой. Трицей. И, в общем, эта девчонка побежала по коридору и начала сумасшедше гагатать, что она Екатерина Вторая. Я Екатерина Вторая! Я Екатерина Вторая! Но, к счастью, ее успокоили и сразу же отправили с войсками отдыхать. Отдыхать очень быстро. Астроман приехал со своими гвардейцами. Екатерину Вторую быстренько припроводили в настоящее место, где Екатерина Вторая обитают. Да-да, Екатерина Вторая, мы все очень рады тому, что вы Екатерина Вторая, пройдемте в палату. Пройдемте в палату. В общем, Екатерину Вторую быстренько в палату провели. А какая была идея? Кстати, ребенок у нее родился. Но, как вы понимаете, в нашей стране никого не волновал. Но родился и родился. Будет еще один. А ведь это последний Романов, если подумать. последний Романов вот прямой династии, потерялся в истории от последних Романов, ребенок у нее родился и все. Все. На этом история канула в лету. И надо было искать другого претендента. Надо было подумать насчет того, что еще. Кто еще готов возглавить страну? И вот начали вспоминать про дочерей Ивана Пятого. Вот Иван Пятый был, хотя умственно отсталым, но невероятно плодовитым человеком. Плодовитым во всех отношениях. И у него было пять дочерей. Было у него две дочери выжили, три дочери не выжили. Вот. Эти две дочери там с ними тоже были разные приключения. В конце концов остались, остались остались у него только две из которых одна любопытная кандидатура Анна Иоанновна. Анна Иоанновна ну это была младшая дочь. Младшая дочь Анны Иоанновна Ивана Пятого. Эта младшая дочь жила в Курляндии очень долгое время. Курляндия это территория нынешней Прибалтики. Там были порядки совершенно не те. Ее муж умер, она проживала в вдовствующей герцогине Курляндской это все время. Занималась тем, что заводила себе любовников. Но не была она прямо так сладострастна, как Екатерина Вторая и Елизавета Петровна. У нее была другая страсть, у нее был один мужчина. Мы об этом мужчине поговорим. Но вот Анна Иоанновна снова прекрасная идея и еще лучшая, потому что она не жила в России долгое время, ее будет просто перетянуть. Да и традиции-то у нее уже сложены. В Курляндии представительное герцогство. Вот в Курляндии уже нету власти такой сильной, централизованной власти одного человека. И скорее герцог Курлянский это представительное лицо. И вот пишут клятвенное обещание. Я вам прочитаю этот текст. Аз нижеименованный общаюсь и клянусь всемогущим Богом пресвятым его Евангелие в том, что Хашуй должен ей величеству своей истинной государине императрица Анне Иоанновне самодержа всероссийской верным добрым и послушным рабом и подданным быть. И все к высокому ее величеству самодержавству силе и власти принадлежавшее права и преимущества узаконенное впредь узаконенное по крайнему разумению силе и возможности предостерегать и оборонять и в том во всем живота своего потребном случае не щадить и ни по какому поводу и мере не стараться впоследствии все, что к ее величеству власти и верой службе и пользы государственной во всяких случаях касаемо может. Так как я пред Богом и судом его страшным в том всегда отведать могу, как сущий мне Господь Бог душевно и телесно не поможет, в заключении же сей моей клятвы целую слова и кресть спасителя своего аминь. И вот присяга 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 под которой дворяне должны были это вся присяга была дана это вот присяга была отнесена Елизавета Аниановна она была отнесена гонцом в Курляндию и эта присяга не порвалась это не кондиция если вы понимаете это еще не кондиция это только присяга заметьте как они красиво с ней обращаются заметьте как они красиво пишут а вот присяга вдумайтесь это единственная такая такая присяга которая дает все дворянство иными словами обещают они вот мы клянемся быть верными тебе а ты клянись быть верными нам удивительная штука в нашей истории конечно не было такого вот присяга обещаюся а с пред Господом Богом сотворившим всяческое что мне честно и чисто нелепостью но почревностно исполнять звание свое и чем да поможет мне Господь Бог всемогущий во первых верностью истинной моей государни всепресветлейшей вседержавнейшей государни Анне Иоанновне и самодержесть всероссийской и всему я государеву поучиненный же от меня я императорского величества присяги второе правду и правовой суд как между народом так и в деле государственном третье в собрании казны людей и прочего всего чего высоко упомянуто ее императорского величества ее государство интерес требует какие оные знания не имеют все так истинно исполнять до последней своей издании силы и в том во всем ниже для взятку какова поступать нелицемерно и в чем кренуся ныне под предлогом Божьим и Церкви его святой видимым пометца будущий престол и на нем сидящего в день страшного испытания и же воздаст кому жда в делом его и от которого тогда да будет месть мне здесь же градская казнь ежели не сохраню своего где обещанного в заключении же сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего аминь и вот это подписи дворян представляющих крупные крупные интересы это дворяне групп целые предводители политических клубов которые собирались обсуждать будущее страны подписывают документ Анне Иоанновне клянутся верности клянутся соблюдать все что она хочет и предлагают связать предлагают ее связать не просто какими-то обязательствами абстрактного толка но теперь крепко надо Анне дать условия вот кстати текст этих условий я могу вам почитать некоторый фрагмент это текст условий который потом станет кондициями но это именно письменный текст это не грамотный текст грамотный текст был чуть-чуть надорван вот картинку которую вы видите картинка вот эта вот самая картина где я разрываю эти ваши кондиции эта картинка излишне экспрессивная Анна Иоанновна не разрывала на две части этот документ Анна Иоанновна его чуть-чуть с краев ну знаете как билет кондуктор у вас с краев порывает порывает это не означает что билет весь нужно рвать на две половины это значит что билет надо порвать чуть-чуть он уже недействительным является если его порвать так вот этот замечательный документ звучит так понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию всероссийского народа вот кстати знаете что единственный раз за сто лет после Анна Иоанновна будет подписывать документ где будет упоминаться слово народ впервые кто-нибудь знает когда еще император в нашей стране будет в своей коронационной речи в своих документах подписывать что-то с именем народ обычно не говорят народ обычно в наших документах подданные подданные понимаете мои дорогие подданные но не мой дорогой народ это неправильно мои дорогие подданные когда еще так скажет монарх вы удивитесь но еще не скоро Петр первый так к своему народу не обращался поверьте а вот после Анны только один будет говорить Иван 4 ничего подобного мы говорим про будущее про будущее время а не по прошедшему Павел нет 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 кстати Павел все у него все у Павла абсолютно по самодержавному у Павла там подданы у Павла все по все по домострою Павел человек крепостник между прочим все те кто говорят что Павел облегчал положение крестьян мягко скажем при Павле положение крестьян не улучшилось мягко скажем и это был последний император кто раздавал душами на коронации уже Александр первый раздавал имениями а не душами а Павел душами ну что это означает представьте вы отдаете дом с крепостными и с хозяйством в одном месте а Павел отдавал количеством душ то есть может быть так что половина имения от какого-то уезда доставалась вам а половина другому человеку и никого не волновало где находятся эти люди переселятся переселятся ну что мужик наш готов ведь переселяться он он как бы привыкший к трудностям мужик вот Павел первый да помните про Павла что он последний император у нас в истории который отдавал на коронацию души да такой знаете такой либеральный человек абсолютно либеральный хотел крестьянам добра Павел лучше Александра спасибо большое за вашу за ваше абсолютно абсолютно непредвзятое историческое мнение которое подтверждено аргументацией естественно специальной экспертизой глубокими знаниями материала прошу Александр второй абсолютно верно эйт ветертариан Александр второй только только Александр второй в своем манифесте и по вступлению на престол по вступлению на престол назовет нас народом народ а вот тут будет слово всероссийский всероссийский народ мы по представлению всепресветлейшего державнейшего великого Государя. Вот, да, да, по общему желанию Всероссийского народа мы в представлении всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Второго Императора и самодержства Всероссийского нашего, любезнейшего государя и племянника Императорский Всероссийский престол восприняли, исследуя божественному закону, покровительство свое таким образом вести намерены и желаю, дабы оно в начале к прославлению Божественного имени, было того родить через сие наикрепчайшее обещание, что на главнейшее мое попечение в стране будет только о содержании и о крайнем всеможном распространении православным нашей веры греческого исповедания. Також, депопринятие короны российской в супружество всю мою жизнь не вступать и наследника себе ни по какому не определять, еще обещаемся, что понеже целости благополучия всякого государства от благих советов состоит. Того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в моем восприняли персоне, всегда будем содержать и без оного Верховного Тайного Совета согласия ни с кем войны не вступать, миру не заключать, верных наших подданных никаким новыми податями не отягощать, в знатные чины, как в статские, так и в военные, сухопутные, морские, выше полковничьего ранга, ниже к знатным делам никого не определять и гвардии и прочим войскам быть поведением Верховного Тайного Совета, шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать, в отчины и деревни не жаловать, в придворные чины как русских, так и наземцев не назначать без Совету Верховного Тайного Общества, в государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать, а будучи его посему обещание не исполнится и недомерку, то лишена буду я короны российской, посему обещая все без всякого изъятия содержать, Анна. Вот что, да, кстати, Анна, это вот она тут написала, Анна. Тут видно, что почерк совсем другой, у тех, кто написала, так, кто подписалась. Анна подписывалась просто. У Анны был самый легкий, знаете, почерк. Анна. Я Анна. Анна Иоанновна. Просто Анна Иоанновна. Я Бонд. Джеймс Бонд. Я Анна. Я Анна Иоанновна. И вот эти вот кондиции, которые потом станут действительно известны как кондиции, они едут в Курляндию. Поначалу Анна Иоанновна приветствует их, она одобряет полностью. И вот все испытывают чудовищную надежду. Чудовищную надежду. Вокруг такое ожидание царицы, которое еще не было, ну, со времен смутного времени, наверное. Люди, вот всех пугало, понимаете, всех пугало это. Люди пугались этой идеей. Пугались самой мысли изменить самодержавие. Изменить строй, так давно утвердившийся строй, поменять его. А потом они очень быстро занялись делом. Вот все, кто говорят, что у нас какая-то неправильная ментальность, все у нас нормально. Поначалу всем было боязно, а потом начались жаркие дебаты. И было предложено 12 проектов Конституции. 12 первых проектов Конституции. Только подумайте, да? Еще нету французской революции. Еще нету американской войны за независимость. Это 730 год. 12 проектов. 12 дворянских проектов по ограничению самодержавия. Да, они наивные. Да, там не так много нового, не так много прямо-таки уж парламентаризма. Но это было. И всех это вдохновляло. Вот хороший разговор. Разговор тех лет. Вот прекрасный наш реформатор того времени Дмитрий Михайлович Голицын. Дмитрий Михайлович Голицын. Вот так сказал насчет этих кондиций. Надо бы нам себя полегчить. Вот так он выразился, выступая за ограничение самодержавия. Его соперник и, с другой стороны, его помощник Василий Лукич Долгоруков в ответ ему сказал такую фразу. Хоть и возьмем, да не удержимся. Не удержим ведь. Это он вечную нашу историческую судьбу повторяет, Василий Лукич. Василий Лукич сказал этому Голицыну. Ну как возьмем, так ведь не удержим. Не удержим. И Дмитрий Михайлович, он предложил проект Конституции. Он предложил из многих дворянских проектов. И знаете что? Это была удивительная вещь. Вот это в Москве было. В Грановитой палате. Древняя Грановитая палата Московского Кремля. Собрались все со стороны, ожидая, что будет свадьба императора. А оказалось, что не буду создавать Конституцию России. И вот в этот момент, в этот момент все могло измениться. Все могло измениться. Победил, кстати, было голосование. Было голосование на 12 проектов. Победил проект Татищева-Черкасова. Проект Татищева-Черкасова стал первым проектом русской Конституции. Этот проект Татищева-Черкасова предполагал создание палаты. Целой палаты. Не просто избранных 8 человек тайного совета. Но он шел дальше. Он предлагал палата из представителей дворянства на 100 человек. Палата нижняя. Палата верхняя. Это представление городского сословия. По 2 человека с каждого города. И заседать по третям. По третям, потому что не все могут быть в Москве. Первый год одна треть. Второй год вторая треть. Третий год третья треть. При особе императора. И вот тут начинались вопросы. До совершеннолетия монарха. Будущего Петра Третьего. Там еще вопросы были. Будет ли Петр Третий принимать престол? Или же вообще навсегда. Вообще навсегда будет у нас палата дворянства. Палата дворянства, палата городов. Это проект Черкасова. Татищев Черкасов. Первый проект вдохновленной Конституции для нашей страны. И он был поддержан Дмитрием Михайловичем Голицыным. Дмитрий Михайлович Голицын вообще удивительный человек. Он невероятно интеллектуальный человек. Он занимался всеобщей историей. У него есть работы. Вот история парламентов Великобритании. Он написал работу. История парламентов. Именно что вот так. Парламентов. Не парламентов, а парламентов. На тот лад. Парламентов Великобритании. История Тори и Вигов. Право. Полномочия. Прерогативы короны и право. Полномочия народов. Эссе о балансе властей. Это был его, как бы сказать, труд, который он читал, эссе о балансе властей Девинанта и, может быть, самое важное, написанное в 1680 году книга Элджерна Сидни «Discouse on Government». Вот Дмитрий Михайлович Голицын был сторонником британской парламентской модели. Он хотел построить у нас парламент стенка на стенку. Он хотел построить парламент условно-консерваторов, условно-либералов. Он не верил в многопартийную систему. Он верил только в то, что видел. А он был в Англии. Он видел, как парламент работает. И он захотел использовать вот эти знания, чтобы построить у нас парламентскую монархию. Монархию, где царь не правит, он только царствует. И эта монархия должна была осуществиться с Анной Иоанновной. Любопытно, что этот самый Элджерон Сидни участвовал в казни короля Карла, Карла Стюарта. И когда казнь короля Карла подошла, вот когда он вел суд, понимаете, этот самый Элджерон Сидни, он вел суд над Карлом. И знаете, какой приговор-то он вынес? Интересно. Знаете, что Сидни вынес какой приговор по Карлу? Карлу Стюарту. Был ли он за казнь короля? В тот момент казнь короля – это словосочетание опасное. Как вы думаете, был он за или не был за казнь короля? Интересный, любопытный вопрос. Как вы думаете, был он за казнь короля? Вы меня слышите? За. Нет. Против. Сидни был против казни короля Карла Стюарта. Давайте я прочитаю вам некоторые моменты из проекта Конституции Татищева-Черкасского, который был предложен уже через группу влияния князя Дмитрия Михайловича Голицына. Купечество возобновить вольным торгом и рассмотреть тарифу и прочее вторгав запрещение. Одегощенное земледелство податьми каким-нибудь образом облегчить. Думали, представьте себе, это классическая Адам Смит тема. Облегчить подать, сократить эти налоги. Для экономического роста нам нужно высвободить эту силу народа, внутренний потенциал, освободить его. И Дмитрий Михайлович был одним из немногих людей в тот период, который понимал, какой путь должен быть у России. Вот этот путь экономического подъема, путь освобождения крестьянства в некотором роде, путь экономической, экономической свободы, широчайшей экономической свободы. Ставились амбициозные задачи, ставились... Да, кстати, вот еще один маленький момент. Среди прочего в кондициях оговаривался один момент для Анны Иоанновны неприятный. Как вы думаете, какой? Вот я уверен, что вы этого не знаете, но в кондициях оговаривался еще и город, который станет будущей столицей России. По итогу кондиции столицу России надо было переносить. И Анна Иоанновна, кстати, подписалась под этим. И столицу перенесла. И она вплоть до 30-го же года некоторое время была в России, до юра. Де-факто она не была столицей, до юра она была. Какой город страны должен был стать новой столицей? И Анна Иоанновна перенесла новый город. Москва, совершенно правильно. В Москву должны были перенести все центральные органы власти. Петербург в тот момент загнивал просто. Никто не хотел на это болото возвращаться. Надо бы в Москву вернуться. И вот что это было? Какие это были ощущения сумасшествия? Это было поначалу, когда ждали императрицу сумасшествия. Так мы же не умеем это делать. Мы же не можем это делать. Мы же боимся. Нет у нас практики, опыта. Нет у нас возможностей, чтобы вести вот эту страну за собой. Боялись, страшно боялись люди. Но организовывали бодро коалиции. Сразу оживились. Единственная проблема была, почему эти кондиции в конце концов не состоялись. А из-за того, ребята, что дворяне были больше поглощены спорами друг с другом, а не спорами против царя, как у нас часто бывает. И были множественные проекты, которые убивали друг друга в спорах. Множество было тех, кто хотел такой монархии, но вот с оговоркой. И никто не хотел уступать. И больше всех, знаете, они спорили о том, что надо делать с крестьянами. И вот в одном они были общи. В одном они были общи. Хотя они во многом расходились. Надо бы подавить крестьян. Подавить еще сильнее, чем раньше. То есть уже Петровская сверх абсолютная монархия, она должна была стать посильнее в отношении крестьян. Себя мы полегчим, а крестьян мы задушим. И крестьян нужно создать экономический ресурс, который можно использовать для великих проектов. Вот у всех дворян была эта одна идея. Да, мы попросим освобождения от наших обязанностей императрицы. Но мы заодно закрутим крестьян в бараньи рук. Закрутим их посильнее. И вот поверьте, это было единственное, в чем они согласны. Единственное. Потому что они настолько были нелюбимы друг с другом. Настолько не хотели соглашаться друг с другом. Потому что, посмотрев на это все, Василий Лукич, тот самый, посоветовал Аняновне просто взять, да на свою армию рассчитывать. Которая быстро с дворянами, которые выступают за абсолютную монархию, перевернет их. И сглотнут они. Будет все хорошо. Аня Иоанновна действительно прислушалась к этим советам. Потому что вот дворяне не хотели. Они вроде бы и разрабатывали проекты. И все у них было замечательно до первого выстрела из пушки. И вот есть какая-то мистика, магия. Потому что Анна Иоанновна до приезда в Россию тоже хотела стать конституционной монархиней. Конституционной царицей. Был даже в тот момент термин. Не конституционная монархия, а кондиционная монархия. Монархия кондиции. Понятно, что прав у новой царицы будет больше, чем у европейских граничных монархов. И даже по меркам Европы это все-таки не такая либеральная конституция. Но все-таки конституция какая-то. Но она была согласна. Она не хотела править. Она всегда говорила, что править она не хочет. Она и в общем-то не правила все это время. Анна Иоанновна не правила. Но когда она приехала в Россию, она ехала к Москве, в которой собиралось множество народа, и все на ее пути кланялись, и все на ее пути шапки снимали, и все они хотели, чтобы она стала их новой госпожой в их данжен. Нашему данжен нужна новая сильная госпожа. Станьте ею, станьте ею. И на переездах, на переправах, на остановочных пунктах, где только станционные смотрители могли оставить весточку. Они передавали, так берите же ее. И уже сразу, как только приехала она в страну, вот ветер России меняет людей, объявила о создании нового полка, произвела новых офицеров, и быстренько собрала вокруг себя лояльных абсолютной монархии людей. Моментально легко. Это, естественно, такая природная склонность, историческая, как бы ее сейчас назвали, природная, рабская такая склонность. И легко, без нажима, понимаете, они сдались, потому что, может быть, и испугались сами этого предложения. Когда разрывались кондиции, было удивление. Было удивление, были вздохи. А потом они пошли в обеденный зал. Самое печальное, наверное, в этой истории, что после этого был банкет. И те же, кто был удивлен, продолжали кушать. Все нормально, все хорошо. Все вернулось на круги своя. 4 марта 1730 года началось это вот удивительное царствование. Но царствование Анны Иоанновны заложило еще одну мину замедленного действия под нашу империю, которая будет оформлена в лице одного человека и его политики. Этот человек будет вам известен. Эрнст Иоанн Берон. И та политика, которую он будет проводить, навсегда в истории запечатлит. Тот облик абсолютного пренебрежения к русски, абсолютного пренебрежения к свободе, абсолютного попирания права. Вот кто будет больше всех ненавидеть? Этих конституционников. Всех тех, кто создавал эти проекты, кто будет их гнать и в ссылку заключать, и потом в тюрьму бросать. Это будет Эрнст Иоанн Берон. И это засилие немцев, этот измайловский приказ, измайловский полк, который будет создан из остзейских немцев, из кого угодно, только не из русских. Эти расправы, они будут им же придуманы для того, чтобы задавить вот это вот на корню. Он будет ярым противником этих конституционных преобразований, ярым противником реформ. Он так сказал, что русские это как ширма в нашей демократии парламента. В нашем парламенте русские должны быть ширмы, а должны же мы жить для себя и ничего не давать им. По сути, Эрнст Берон просто использовал Россию для собственного обогащения. Ничего не напоминает, да? Вот вся комарилья, что придет к власти при Аняновне, будет заниматься одним. Это разворовывать Россию побольше, разворовать и как можно больше русских от власти отстранить, потому что они уже были так близки к этой власти, они почуяли, что если бы они достигли этой власти, то непонятно, что еще вышло бы. Поэтому Дмитрий Михайлович и Голицына сразу отправили свое имение. Они сделали ему, конечно, подарок. Он мог лишиться головы за эти проекты, но поскольку он предложил Анну Иоанновну, Анну Иоанновну поблагодарил. Поблагодарил, не убил. Не убил. Хорошо, что не убил. А другим досталось меньше, понимаете, меньше радости. Им досталось хуже, хуже, гораздо хуже обошлось с ними. Начались вот эти тайные приказы. Печально известная канцелярия тайных разыскных дел была открыта. И главная причина, главная идея удержаться власти. Берон не хотел, чтобы его любили. Он был заинтересован в том, чтобы его боялись. Боялись. Главное, чтобы вы тебе боялись. Ну вот интересно. Такие вот пытки. Пытки были массовой практикой при Бероне. Берон пишет письмо Ушакову, а он докладывает ему. Это доверенная персона. Да, кстати, клиент, патронские отношения стали процветать. То есть, главное это не функции и не институты. Главное это друганы, знакомые, приятели, родственники. Вот при Бероне всех родственников он попытался пристроить. Всех своих людей назначить. Друзья и приятели управляли страной почти 10 лет. Начиная с 30 по 41, да, почти 10-11 лет. Это было время великого разворовывания государства. Вот докладывает Ушаков, печально известный этим ведомством тайных розыскных дел, Берону. Только подумайте, кого он отыскал. Он пишет. Поступил донос на откупщиков Артемия Волынского. Известная эксекуция имеет быть ученена сего июня 27 дня по полуночи в 8 часу. Ну, это вот торговцы, да? Торговцы, ремесленники, всякая мелочь, казни. Чтобы не бухтели. Что-то много бухтят. Вот он сам в 36-м году так о себе отзывается. До тех пор, пока Бог хранит ее величество, императрицу русскую, еще можно выйти из затруднения. Но когда, Боже, захрани, что случится, не буду ли я вполне несчастлив? Вот у Анны Иоанновны была роковая любовь, роковая страсть. Анна Иоанновна любила одного человека в жизни. Вот у Елизаветы Петровны и Екатерины Второй будет сотни любовников. А вот у Анны Иоанновны будет назло любовь, которую она не сможет разлюбить, это Берон. И она все для него будет делать. Она все будет для него делать, она будет подстраиваться под него, только бы ее любимец был счастлив. Вот что называется моя идеальная картина Альфонса. Я захватил не только тебя, дорогая, но и всю страну. Я твой Альфонс. Я твой Альфонс, Россиюшка. И я буду доить, 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 доить. Берон удивительная фигура. Знаете, в детстве, ну как в детстве, в юности, он убил в ночной драке солдата. За это он отсидел в крепости. Что называется, у Берона в полной мере преступная репутация. он и сидел за всякие грешки, за пьяные драки и за убийство. То есть, перед нами уголовник. Перед нами уголовник, человек с темным прошлым, недоучившийся в Курлянском институте студент, человек с неоконченным высшим образованием, убийца и рецидивист. Причем мошенник. Становится вторым человеком в государстве. Что из этого происходит, давайте разбираться. Ну, во-первых, отстраняются от должности все сколько-нибудь подозрительные лица. Начинаются ссылки в Сибирь. Всего при Аняновне более 20 тысяч человек было сослано в разные места. В Камчатку впервые, кстати, стали свозить людей. Это было первый раз в истории, когда Камчатка стала наполняться за счет заключенных. Казненных около тысячи человек было. Это исключая казненных тайна. То есть все прилично, но там тайна побольше, наверное, тысячи будет. Умерли они при следствии, причем не считали людей, которые были убиты при пытках. При пытках не в счет. Те, кто убиты при пытках, это вот убиты при пытках. Их не верут в расчет. За десятилетие практически за десятилетие Беронщины было через тайную канцелярию пропущено десять тысяч пятьсот двенадцать человек. Из ста двадцати восьми важнейших судебных процессов около ста двадцати шести были дворянскими процессами. И это были русские дворяне. То есть, только два дворянских семейства были нерусскими из тех, кто Берон поругал. А вот все остальные это были русские дворянские семейства. Их осудили тайной канцелярией. Это вот очень точная, очень ювелирная охота на русскую дворянскую аристократию. Как вы понимаете, она не могла пройти бесследно. Тут же образовалась прорусская партия, предводители которых тоже нещадно резали, нещадно уничтожали, преследовали. Довело до того, что стали бежать в Польшу. Сжигали крещеных татар. Люди бежали, это практически голодомор был. О них никто не заботился и благо границ тогда ненадежно охранялись. Они сбегали, сбегали в Речь Посполитую. Крестьяне русские сбегали в Речь Посполитую. Можете представить себе такую фигуру речи, такой сумасшедший момент. И тем не менее сбегали, потому что жить стало невозможно. Жить просто передыху нету, духу нет жить. Наконец-то началась министерская чехарда. В царствовании Анны Иоанновны сменилось так много чиновников, что за последние 20 лет меньше менялось, чем при ее 10. За 10 лет состоялось 68 назначений на руководящие посты в центральном аппарате. В среднем они менялись 6 человек в год. 6,8 конечно, но по половинке человека не в счет. Давайте округлим до 7 человек в год менялось на государственных должностях. И 62 назначения губернаторов. 6 губернаторов в год. То есть тоже 6 губернаторов в год менялось. Массовые замены должностных лиц имели место в 1736 случаях. Где-то особенно сильно это было в середине 30-х годов. Около четверти руководителей учреждений и 11 процентов губернаторов были просто вычищены. Оказавшиеся благонадежными остались, но они тоже быстро заменялись. Они были репрессированы. А с учетом уволенных и так называемых оказавшихся неудел, как там писали, цифры составляют где-то 29 процентов руководителей учреждений и 16 процентов губернаторов было смещено. Такой вот маленький большой террор. Большой террор в 18 веке. Вот хороший пример. Слово опять же от доносчика фискала. Слезные кровные подати заставили бежать крестьян за рубеж в Польшу или оказывать сопротивление власти иставлять разбойничь партии. Это вот отчет тайных разных дел канцелярии, которая неусыпно бдила за целомудрию, за политической грамотностью народа. И знаете, я нашел любопытные сценки из этого времени, из времени Бирона, ведь на него приходится большая часть смутного 17-летия. Это сыск самых удивительных людей. В конце царствования Анны Иоанновны нес службу при ней любопытный персонаж Николай Хрущев. Четыре канцеляриста, пять подканцеляристов, три копииста и один заплечный мастер Федор Пушников. Так вот, Николай Хрущев это не родственник того Хрущева, но примечательно, что на государственные посты стали назначать этнические так сказать кадры. Начали выдвигаться на государственные посты. Вот многонациональность в российской администрации берет начало пожалуй отсюда. Никогда так пестр она не расцветала. Много бюрократии, много бюрократии было и эта бюрократия пожирала ресурсы. Вот любопытное дело сыска. То есть понимаете искали всех, подозревали всех, а боялись почему? Потому что немцы. Немцев стали ненавидеть. При Петре Первом такого не было. Петр Первый да, он был жестоким, да, при нем были немцы на высоких постах, но не только немцы и немцы были неглавными и не было такой ненависти к ним. А вот здесь стала повальная народная именно ненависть к немцам появилась. Указы о новой присяге были распространены неким мужиком Иваном Евлампиевым. Вот доклад сыскной его величества императорских дел канцелярии тайных разыскных дел. Выбирай единого государя эти разговоры велись во время начала правления Анны Иоанновны и предполагали, что Анна Иоанновна ненадолго задержится в управлении государством. Подобные разговоры, как показало следствие, обвиняемые вели со многими лицами, все они отправились в Сибирь. Вот хороший другой пример. Дугин, некий Савва Дугин Распоча, человек ну таких открытых взглядов из клуба правдолюбцев. В двадцать восьмом году он доносил на злоупотребление управляющие липецкими заводами. А вот что он писал «Быть получше и народу полезнее, если будет сокращена подушная подать до пятидесяти копеек с души с безземельных дворовых, а также стариков после шестидесяти из детей до семи лет ее не следует брать совсем, как и с умерших». Ну этот некий Савва Дугин, выступавший против мирового атлантического порядка, был задержан, допрошен, не отказался ни от одного своего слова, объявил Анне правду, попытался даже написать трактат, каким образом в рекруты брать и как в чины жаловать, никаких нет в службе быть. 4 апреля 1932 года по указу Берона этот прожектор был казнен на ситцевом рынке столицы, причем там жестоко казнен, казнен на глазах у публики. Вот если обратиться к людям, которые в этот момент жили, то это было безусловное чувство потерянности, раздавленности, чувство утерянного ориентира, чувство сумасшедшего царствования без перспектив, без каких-то возможностей, без реальности. Испанский посол Делири описал это чувство подавленности. Русские не чувствуют себя дома, не чувствуют земли под ногами. И это возмущало тем больше, чем больше Берон захватывал должностей. И даже в конце правления Анны Иоанновны, когда она думала о том, кому передать престол, решил вне закона против обычая стать регентом при малолетнем Иоанне Антоновиче. Вот сыну Анны Леопольдовны Анны Иоанновны решила передать престол, это был Иоанн Антонович, этот маленький мальчик, только рожденный, который увидит наверное только шесть лет солнце, потом будет отправлен из Холмогор в крепость, так и умрет в этой крепости. Берон провозгласит себя регентом. Это будет означать, что да не просто родственник какой-то, а немецкая принцесса и немецкий принц родили немецкого наследника. И даже они не будут регентами, будет регентом Берон. Берон будет за всеми заправлять. Вот такая ситуация никого не устраивала. Такая ситуация была просто вопиющая. И многие хотели поскорее скинуть это, скинуть немецкое игорь. За десять лет уже многое натерпелось, многое претерпелось и давно хотели избавиться. И вокруг уже умирающей Анны Иоанновны складывались разные дворянские партии. И все они воспринимали только русского кандидата, какого-нибудь русского. Поэтому взоры обращались все больше и больше на Елизавету Петровну. В тот момент она уже не находилась на таком довольстве, ее содержали по вторичному остаточному принципу. Она не хотела власти, но ей сказали, что если Анна Леопольдовна придет к власти, то ее обязательно выдадут замуж, она не хотела жениться, и вот тогда ей придется покинуть родное имение, уехать куда-то принцессы за рубеж. Она с детства это терпеть не могла слышать. Вот новая трагичная вообще чета Анна Леопольдовна и Иоанн Антонович так или иначе станут противниками, станут противниками Елизаветы Петровны. Так рассказывают, что в гвардии Миних немец, но понимавший русский народ довольно тонко, предложил альтернативу дочь Петра. Ну что у нас братцы немцы одни? У нас есть дочь Петра, давайте ее возведем на престол. И вот оно. Вот. Как начинается переворот, который будет уже финальным в нашей истории, гвардия начинает обольщать будущую императрицу. Любое приказание, говорят они, только скажите. Елизавета Петровна еще не понимает, на что ее подбивает толпа, еще не понимает, на что ее хотят подписать, не понимает, куда она ввязалась, а ей придется исполнять роль, которую они предрасположили уже. Но никто не говорит, что надо переворачивать престол, она говорит, что я пойду, но только не во зло остальных, а во благо, во благо многих я пойду, и всякая такая, понимаете, бредятина, которую вынуждены говорить политике перед избранием. Так вот, и этот намек-то она еще не понимает, они кланяются и спрашивают, чем можем услужить, чем можем помочь. Всех уже задрало, на самом деле, время Анны Иоанновны, всех уже надоело, надоело, перенадоело это, и бесконечная стрельба по воронам, которую Анна Иоанновна устраивала у себя, эти вот парады развода, это вот бесконечная галантерея, это вот постоянное развлечение, это вот затаптывание, затаптывание русской партии, закапывание и всеведение тайной канцелярии. Вот это всех доставало, причем тайной канцелярии под ведомством, опять же, Берон. И вот, когда это произошло, когда переворот случился, когда там Лесток, французский врач, который был креатурой, конечно же, короля Людовика XV, вместе с другим французским поверенным, помогли организовать переворот, это был один из самых галантных переворотов в истории, как рассказывают, в ночь, когда Елизавета Петровну принесла на руках гвардия во дворец, там уже спала и Анна Леопольдовна, и Иоанн Антонович, и у Елизаветы Петровны прорезалась язва, что называется. Она толкнула в плечо Анну Леопольдовну и сказала, пора вставать, сестрица, что называется, добрый день, добрый день, доброе утро, утро добрым не бывает, особенно в первый день правления Елизаветы Петровны. Так эпоха и сменилась, собственно. А как только это произошло, поцеловала она Анну Леопольдовну, поцеловала маленького наследника, она его не будила, Иоанна Антоновича, и они сразу отправились в Холмогоры, почетную ссылку, и занялись вот кадрами времен Анны Иоанновны. Астерман, Берон, все это были предателями, все это были изменники, к ним начали стучаться на квартиры люди, приходить стучаться и забирать. Но Астерман и Берон, они ожидали, что их пощадят, их пощадят, потому что перед переворотом Елизавета Петровна давала клятву, никогда не подпишу ни одного смертного приговора, не подпишу и все тут. И вообще-то их приговорили к смерти. Это было оформлено прямо на Дворцовой площади, собралось сто тысяч человек. Люди любят смотреть такие представления. И в частности, например, Берона велели четвертовать, Берона было велено четвертовать. на площади. Ну, да, у Берона не было таких планов на жизнь. Но в самый последний момент палач уже начал приступать к своим процедурам. Он взял топорик, чтобы приготовиться. Все уже было готово. И в последний момент заготовлено было посланием письмо, в котором предлагали не смерть, а ссылка в пилым. Я бы хотел увидеть лицо этого человека, когда его уже готовят к четвертованию. Понимаете, ручки у Берона уже расставлены, эти ручки, да, представили себе, четвертовать его хотят. Эрстианович, ну, как вы там? Да, да, просто шикарно. Руки расставлены, ноги расставлены, готовлюсь там, лошади сейчас порвут меня, блин. Вам даровано помилование. он должен был обрадоваться, а потом помилование, вы поедете в ссылку в пилым. А можно мне четвертоваться вообще-то, а? Могу я себя самовыпилить, а? Можно мне выпилиться в конце концов? Только не пилым, только не пилым, I don't want. Но пилым оказался судьбой. Берона, Берона схватили и отправили в пилым. Он вернется уже при Екатерине второй стариком, стариком, в знак такой, знаете, в знак такой покровительственности. Покровительственности. Вот. Но я думаю, что он был недоволен. Где этот пилым ваш находится? Что это такое пилым? Ну, как говорится, как говорится, найдите на карте, где находится пилым. Я думаю, что Берон сам не знал, где-то находится. Для себя открыл новый город в нашей стране. Ну, и вот так заканчивается наша история 17-летия таинственного, загадочного, смутного царствования, когда еще было не все определено с нашей государственностью, не все определено с нашей историей вектором развития. Все могло меняться, все могло изменяться, все в этот даже период Бероновщины не было окончательно решено. И вот со временей Елизаветы Петровны первой, наверное, со времен Петра, не решившейся уже на казнь завершается кровавый 18 век. Больше публичной казни, вот чтобы публичной, чтобы там четвертовали, накол сажали, ну, там страшная история была у Петра первого с стольником Степаном Глебовым, стольника Глебова накол посадили на морозе, а чтобы он не умер от холода, его в шубу одели, шапку нахлобучили, и он 14 часов умирал, казнь длилась 14 часов. Так вот, вот это кровавое прошлое, кровавое пятно 18 века с окончанием царствования Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны заканчивается, вместе с ним уходят формальные пытки, и все это уходит под ковер. Это уже сознательный серьезный шаг вперед. Больше не будет казни, больше не будет публичных экзекуций, будут пытки, но они будут в подвалах, и умирать люди будут не по казни, а умирать будут от отравлений, умирать будут от того, что они утопились в Финском заливе, потому что Елизавета Петровна давала слово, что не будет выносить приговоров, но она не давала слово, что не будет убивать. У Елизаветы Петровны были противники, их топили в Финском заливе, их отравляли, но это уже было что-то более цивилизованное. Яд это штука цивилизованной эпохи, и вот начиная с этой эпохи, когда уходит кровавое пятно, когда впервые на казни, вдумайтесь, как народу было это неприятно. Собралась толпа в 100 тысяч человек, посмотрей, как этого Берона будут на кусочки. Люди обычно после этого еще и кусочки собирали, но это же было весело. Обычно после казней во время Петра кусочки собирали людей, всякое такое, вырезали, что-то, трофеи были разные. Вот, было весело. А вот внезапно пришли, да помиловали этих, этих немцев, понимаете, помиловали. Неслыханный либерализм. И вот с эпохи этого неслыханного позолоченного либерализма и начнется эпоха уже Елизавета Петровна, о которой мы поговорим в следующей части. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Надеюсь, вам понравился стрим.